От Полонского. Очень интересные новости по поводу потерь вооруженных сил Украины в войне с фашистской Россией. Мы, кстати, находимся сейчас в Печерской лавре, в частности освобожденной от московских, там еще снизу есть московский ПТР, там где выстоим его уже нет, но речь не об этом. Так вот, сегодня наш министр Андрей Морезников дал интервью на этот раз аргентинской прессе, и они его спросили в лоб, мы знаем, что потери расистов, например, на сегодняшний день где-то по 200 тысяч у нас 180 тысяч, насколько убитых, и в три раза больше, то есть более полумиллиона в общей сложности убитых и ранены. А что с потерями Украины? Ну, он сказал так, потери Украины, я имею ввиду сейчас двухсотых погибших, во-первых, намного, во много раз меньше, чем потери фашистской России, это первый момент. Второй момент тот, что наши потери намного меньше, чем потери людей Турции от вот этого катастрофического землетрясения, которое было там. То есть мы можем сделать определенный вывод такого плана, что потери Украины в войне с фашистским агрессором менее 50 тысяч человек убитых. Ну, это военные потери, я так понимаю, потому что если мы сейчас затронем, я так понимаю, потери гражданских лиц, то они только в Мариуполе могли убить более 50 тысяч. Это не, это никаким образом, я так понимаю, это я уже от себя не говорю, я так понимаю, что это не включает потери гражданских лиц, которые погибли от российских бомбежек, которые были расстреляны расшистами в той же куче, в том же Мариуполе, в той же Бородятке и так далее, в Суме и так далее, везде, где мы находили братские могилы гражданских лиц. То есть, я так понимаю, что это потери вооруженных сил Украины в войне, что нам дает основание говорить, что наши потери намного меньше, они есть, они значительны, но намного меньше, чем у российских. Все довольно просто, ребята, мы никогда не делаем местных штурмов, у нас каждый солдат это ценность, это не пустые слова, у нас солдаты, вы же видите, как мы это говорим, мы разбиваем им все коммуникации, мы не гоним солдат на пулеметы, мы заставляем расшисток делать жесты дохлой моли, как они сделали, например, в Киевской области, в Черниговской области, откуда они просто удрали, они удирали из Херсона, они удирали из острова Змеиный и так далее, везде мы становили их в такую позу, при которой, находясь в этой коленопреклоненной позе, в расшистов не оставалось ничего другого, кроме просто-напросто удрать, что они аккуратно и делали. В то же время, почему у них такие большие потери, а вот посмотрите сегодня на Бахмут, посмотрите на то, что было в Кременной, они ничем другим, кроме Масты, что делать, не занимались и заниматься, собственно говоря, не умеют. То есть они просто ставят в толпу своих солдат, которые бежат на пулеметы, а вот один из них всех положит, а один, допустим, добежит и кинет гонату. Ну, условно говоря, они воюют таким образом. То есть они воюют таким же образом, как им воевали, как они беды воевали. Причем я даже боюсь, что не во Второй мировой войне, хотя во Второй мировой войне с Жупом, без них Жупом воевал точно так же, под Ржевом положил миллион, по-моему, солдат. В Первой мировой войне так воевали, когда бегали на пулеметы вон там. То есть Россия просто воюет категориями прошлого века, середина и начала прошлого века. Откуда у нее такие гигантские потери? Мы же воюем по-современному. Поэтому, конечно, потери у нас есть в основном этих артиллерий, но эти потери на в коем случае не сравнимы с потерями российского агрессора. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!